Здравствуйте! Продолжаем уроки. Учим слова. Я думаю, для женщин это особенно интересно, как будет кисточка для пудры, румян, для тональной основы и так далее. Как будет по-немецки, как вы думаете тоже. Не угадайте даже. Даже не угадайте. Поэтому мы учим все слова с артиклем. Итак, на немецком кисть и малярная кисть будет, есть слово der Pinse. На русском она кисть, на немецком он. Der Pinse. Но. Есть одно но. Немцы различают, нужно сказать определенно, для чего кисть. Для пудры, для тональной основы, для теней и так далее. Поэтому к слову Pinse, кисточки, мы добавляем еще слово, допустим, пудра. И соединяя эти два слова, будет понятно для немцам и на немецком, что это кисть для пудры. Итак, der Puderpinzel. Да, два слова соединили. Артикль мы берем от последнего слова Pinse, так как вы видите Puder и P plus Pinse, артикль берем от слова, которое стоит в конце, от пинзель. Так как der Pinse, значит, в этом сложном слове артикль будет der. Не важно, какой артикль стоит у пудры. Мы берем артикль с последнего слова в этом сложном слове. Надеюсь, понятно. Другой пример. Ну вот и нет у меня под рукой. Если мы возьмем кисть, вы увидите сейчас тоже, для тональной основы. Тональная основа это foundation. Если мы соединим тональное слово плюс кисть, будет der foundation пинзель. Вы видите это. Для немцев это будет понятно, кисточка для тональной основы. Надеюсь, понятно. Спасибо. Промотаем еще раз, несколько раз этот урок, если непонятно. И смотрим, смотрим, повторяем, прослушиваем, если не сразу было, если сразу не зашло. Другие, многие другие уроки про артикли, слова и глаголы и многое другое вы можете найти на моем канале. Там очень много видео. Спасибо большое за внимание, всех, кто подписаны, всех, кто со мной остается. Всем привет моим новым подписчикам, гостям канала. Подписываемся, нажимаем на колокольчик, будете получать уведомления о новых уроках. А я с вами прощаюсь на сегодня и до скорого.